Щекинский метод Еще весной 1967 года по поручению правительства наше министерство на Щекинском химическом комбинате, ныне производственном объединении азот, начало проведение хозяйственного эксперимента, который в дальнейшем стал широко известен в нашей стране как Щекинский метод. Была поставлена задача по изысканию эффективных путей роста производительности труда на основе развития ленинских принципов стимулирования работников за достижение высоких производственных результатов. Нужно сказать, что Щекинцы с этой задачей блестяще справились. У Щекинцев есть последователи. Около 300 предприятий химической промышленности работают по Щекинске. А всего в Советском Союзе свыше 10 тысяч предприятий взяли пример Щекинских химиков. И все же, по сравнению с общим количеством предприятий нашей страны, это капля в море. Центральный комитет Коммунистической партии и лично товарищ Леонид Ильич Брежнев одобрили подчин Щекинцев и рекомендовали его к широкому применению. Постановление ЦК КПСС и Совета министров снимает все ограничивающие условия к применению Щекинского метода. Опыт Щекинских химиков следует изучать, а изучив, творчески развивать применительно к своим условиям, как это делают многие предприятия страны. За годы проведения эксперимента коллектив объединения выработал стройную систему мероприятий, направленных на использование резервов производства и, в первую очередь, роста производительности труда. Для тех, кто приходит в цехи сегодня и кому предстоит продолжить трудовые традиции Щекинцев, эксперимент это пусть и недавняя, но уже история. В нашем музее трудовой славы имеются документы о первом этапе Щекинского экономического эксперимента. Здесь портреты наших лауреатов государственной премии, передовиков, тех, кто стоял у его истоков, кто по крупицам собирал, накапливал, проверял жизнью опыт работы по-новому, осуществляя решение партии. Здесь и свидетельство наших достижений. Но это сегодня, а тогда все только начиналось. Как и во всяком большом деле, требовалась большая подготовительная работа. В партийный комитет все коммунисты повели широкую разъяснительную работу. Нужно было довести до каждого цель и смысл этого важного государственного начинания. Речь шла о судьбах людей. Предстояло высвободить значительное количество персонала и увеличить выпуск продукции. Ищокинский метод стал действительно кровным делом всего коллектива. Воспитательная работа продолжается и сейчас, когда новые сложные задачи поставлены перед объединением. А ветераны, те, кто начинал щекинский эксперимент, передают свой опыт молодому поколению. Мы расскажем о тех главных направлениях, которые определили эффективность щекинского метода. Когда решение работать по-новому было принято, мы приступили к разработке прогрессивных нормативов по труду. Совершенствование технического нормирования является основой щекинского метода. В совмещении профессий или расширении зон обслуживания, определении размера доплат, все это должно базироваться на научно обоснованных трудовых нормативах. Практика показала, что работа по-щекински в свою очередь явилась толчком к совершенствованию нормирования, так как у коллектива возникла непосредственная заинтересованность в ускоренной разработке прогрессивных норм труда. Было изучено влияние на производительность труда самых различных факторов. Нельзя было допустить и перегрузки работника. Но недопустимы были и заниженные нормы выработки. Фотографирование рабочего дня. Изучение технологического процесса по каждой профессии, на каждом рабочем месте. Тщательный анализ полученных результатов. Все это предшествовало разработке нормативов и позволило не только правильно организовать труд, но и сделать его более содержательным, интересным. На сегодня в объединении разработка нормативов выглядит так. На 100% установлены прогрессивные нормы для основных рабочих. На 95% для ИТР и служащих. На 75% для вспомогательных рабочих. Как показывает наш опыт, большое значение для роста производительности труда, для возможности высвобождения ряда работников имеет совмещение профессий и расширение зон обслуживания. А это, в свою очередь, требует хорошо подготовленных, квалифицированных кадров. У нас учатся все, независимо от возраста и профессии. С переходом на Щекинский метод не осталось и следа былой инертности и равнодушия в этом важном деле. Подготовка к расширению зон обслуживания и совмещению профессий проводилась по плану, в котором предусматривалась производственная целесообразность совмещения тех или иных профессий и функций. Возможность без физических и психических перегрузок увеличивать зоны обслуживания на участках. Немалую долю инициативы в расширении зон обслуживания и совмещении профессий проявили и сами рабочие. Вячеслав Матвеевич Кожухов, без отрыва от производства, получивший техническое образование, личным примером доказал, что можно расширить зону обслуживания без снижения качества работы. Вместо двух по норме он стал обслуживать четыре аппарата. Таким образом зона обслуживания оборудования увеличилась вдвое. Лауреат государственной премии Зуфар Карамович Галиаскаров, аппаратчик цеха конверсии метанола, одним из первых в цехе стал совмещать несколько профессий. Освоив профессии старшего аппаратчика, аппаратчика производства метанола и аппаратчика котлов-утилизаторов, лаборанта, слесаря пятого разряда и машиниста насосов. Шесть смежных профессий. Для этого необходимо было детально изучить технологические стадии работы по каждой профессии, по каждому рабочему месту и доказать возможность их совмещения. Внедрение его метода высвободило только на одном участке десять человек. Всего повысили квалификацию 21 400 человек, иначе говоря, каждый работник повышал ее 3-5 раз. 4800 человек овладели смежными профессиями, из них 1500 двумя, тремя и более. Без широкой программы реконструкции и модернизации производства на предприятии Щекинский метод практически невозможен. Щекинский метод предусматривает в основном именно реконструкцию производства, модернизацию отдельных агрегатов, чтобы на тех же производственных площадях, с тем же персоналом и при его сокращении увеличивать выработку продукции, увеличивать производительность труда. Так мы и делали на своем предприятии эти годы. Управление основными технологическими процессами в объединении полностью автоматизировано и выведено на центральные пульты. Погруза-разгрузочный участок. Один из многих в объединении. Да ведь это же тяжелый, однообразный и малопроизводительный труд, скажете вы. Верно. Но так здесь уже давно не работают. Это по нашей просьбе. Грузчики продемонстрировали, так сказать, старую технику погрузки. Спасибо, товарищи. Спасибо. Теперь эти процессы полностью механикированы. В целом по объединению, при резком росте объема производства, количество грузчиков сократилось в два раза. Совершенствование системы управления одно из наиболее важных мероприятий, обеспечивших успех Щекинскому методу. Ликвидация излишних звеньев мелких подразделений способствует оперативности управления. Оказалось полезным объединить некоторые отделы, укропники. В объединении пошли еще дальше. Укропнили целые производства. Из двух создали одно. Из 11 цехов производства аммиака и метанола осталось лишь шесть. В объединении с его десятками цехов, с большим количеством отделов и групп укоротилась цепочка управления, повысилась его оперативность, а это способствовало принятию самостоятельных решений на местах без лишних согласований. Кроме того, высвобождено 445 работников управленческого аппарата. Важное значение повышения эффективности производства мы придаем на нашем объединении централизации и специализации заводских служб, механической, энергетической, контрольно-измерительных приборов и автоматизации. У нас также централизована доставка инструментов, материалов. Этим занимается теперь специально созданное экспедиционное бюро. Эффективнее, рациональнее стал использоваться транспорт. Высвободилась часть людей. Централизована выдача спецодежды и обуви. Все сконцентрировано здесь, в пункте выдачи. И склад, и примерочная, где одежду подгонят по фигуре. На первый взгляд, мелочь. А из таких мелочей складывается культура производства. Это удобно, да и экономия от этого немалая. Наибольший производственный эффект дает централизация и специализация ремонтных подразделений. Раньше ремонтные бригады закреплялись за цехами и обслуживали все имеющееся там оборудование. Их трудно было обеспечить необходимым оборудованиями и оснасты, материалами и запасными частями. Труд ремонтников использовался нерационально. Созданные в объединении цехи специализированного ремонта, в которых есть участки и бригады, выполняют ремонт определенного вида оборудования. А это способствует быстрому росту производительности труда. В результате время простой оборудования в ремонте сократилось на 25%. Щекинский метод работы основывается на системе материального стимулирования за выпуск продукции с меньшей численностью персонала. Предприятию должен устанавливаться стабильный фонд заработной платы или стабильные нормативы затрат, плановых затрат фонда заработной платы на выпускаемые продукции. Экономия фонда заработной платы, полученная от сокращения численности персонала, используется на дополнительные материальные поощрения. За совмещение профессий и должностей. За расширение зоны обслуживания, за увеличение объема выполняемых работ. Все высвобожденные работники обязательно трудоустраиваются на новом месте работы без снижения заработной платы. Средняя заработная плата оставшегося персонала возросла на 65%. Итак, мы коротко рассказали о важнейших направлениях работы коллектива объединения по увеличению производительности труда. Это воспитательная работа в коллективе. Разработка и внедрение прогрессивных нормативов. Совмещение профессий, расширение зон обслуживания. Модернизация оборудования. Механизация трудоемких работ. Совершенствование структуры управления производством. Централизация заводских служб. Система материального стимулирования. А все это вместе составляет известный теперь Щекинский метод. Для Щекинского метода характерно особое внимание к социальной стороне организации труда, производства и управления. Щекинский метод способствует закреплению кадров, улучшению трудовой дисциплины, формированию рабочего нового типа. Расширение масштаба творчества. Укрепление чувства хозяина производства. Рост удовлетворенности трудом. Повышение роли трудового коллектива. Все эти социальные проблемы приобретают новое значение про воплощение Щекинского метода. За время работы объединения по-новому объем производства вырос в три раза. А такой важный показатель, как производительность труда, даже в четыре раза. В несколько раз увеличилась прибыль производства. На дополнительное материальное стимулирование роста производительности труда использовано 8 миллионов рублей сэкономленного фонда зарплаты. Иначе говоря, значительно улучшены все стороны производственно-хозяйственной деятельности. Субтитры создавал DimaTorzok